Добрый день, меня зовут Дарья, приветствует вас компания School's Buy, электронные дневники и журналы. Знаю, что нелегко сейчас всем приходится. Не буду рассказывать о всех возможностях нашей платформы, так как большинство учреждений образования Могилёва и Могилёвской области работают с нами, с нашей платформой. Скажу так, что в рамках того, что планируется введение дистанционного обучения, главными участниками становятся учителя и дети учащиеся, то мы не считаем нужным открывать возможности расширенного пакета, так как функция прикрепления файлов доступна бесплатно для учителей и детей. Значит, на нашей демо-версии, вот наша демо-версия, я вам покажу, как осуществить прикрепление файлов различного формата. Это могут быть видеодокументы, текстовые документы, также это могут быть ссылки, достаточно зайти в журнал и в графе «Домашнее задание», напоминаем, что «Домашнее задание» вносится на следующий урок «Выбрать файл». В тексте, в самом тексте «Домашнее задание» можно вставить ссылочку на какой-то интернет-ресурс, либо на видео. Если хотите прикрепить файл, тогда необходимо нажать «Выбрать файл» и прикрепить то, что считаете нужным. Прикрепленные файлы желательно размещать, загружать до 16 мегабайт для корректного скачивания и отображения у детей в дневниках. Притом, когда прикреплен файл, в аккаунте ребенка доступны бесплатно, как я уже сказала. В связи с тем, что основной целью является то, что родители больше вовлечены в процесс дистанционного обучения, необходимо еще вовлечь и оставшихся деток, которые не прошли регистрацию. Для этого вам необходимо перейти в настройки класса и просмотреть, кто из детей через пригласительный в ходе регистрацию не прошел, тогда вся информация, которая прикрепляется учителем, будет доступна. Также обращаем ваше внимание, что если прикрепленный документ, файл несет следующий характер выполнения домашнего задания, то ребенок может отправить выполненное домашнее задание на электронный адрес учителя, указанного в аккаунте педагога. Адрес электронной почты желательно указывать в поле о себе, тогда он будет доступен для просмотра, и ребенок может воспользоваться им для того, чтобы отправить домашнее задание. Ну, а также остальные средства связи. Если у вас есть какие-то вопросы, пожалуйста, можете их задать. Спасибо. 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 Спасибо.